Привет! Сегодня мы поговорим с тобой о том, нужна ли тебе Кути Синобу и Тей Челепашка Ниндзя. Баннер с Кути Синобу стартует с 21 июня и продлится до окончания патча 2.7. Прежде чем крутить баннер ради Кути Синобу, тебе стоит убедиться, что легендарный персонаж в случае его выпадения будет тебе нужен. А то собьешь гарант, будешь плакать, а мне ты это зачем? Правильно? Правильно. Но помимо Кути в баннере будет Орататель Штерн, Чунь Хань и Гора. Орататель Штерн это челик обладающий мощной ультой и имеет гео стихию. Поможет тебе в трудной ситуации, то есть он подойдет на роль поддержки. Чунь Юнь или же Чунь Хань, чел из Сибири. Обладает крио стихией, внебрачный сын Шин Хе или же вообще персонаж, который согласно лору является выходцем из семьи охотников на демонов. Ставь лайк, если не знал. То есть Чунь Хань это... Гора или Горо? Ну или Горо. Милый мальчик с ушками, лучник и похуй что я ничего не сказал про вид оружия у других персонажей. Забудем этот моментик. Будет идеальным саппортом для Ита. Там если что-нибудь принести, смотаться за пивом, он тут как тут. Даст хороший баф на защиту и гео урон. Теперь разберемся с навыками Кутли Синобу. А также подписывайся на мой телеграм канал, потому что там сливы, новости, а также вкусная еда. Обычная заряжная атака ни о чем. Как любой мечник наносит до 4 быстрых ударов мечом при долгом зажатии и бьет повышенным уроном. Ешка Кутли. Она схожа с Барбарой и Цицы. Создает вокруг себя кольцо, которое постепенно наносит ближайшим врагам электро урон. А также, внимание, исцеляет того персонажа, на котором ты играешь. Допустим, ты активировал Ешку на Кутли. Переключился на Яймика. И Яй хилится. Это я считаю круто. И я ставлю плюс этому лайфхаку. Ульта Кутли делает из нее сапдд. Длится, конечно, ульта недолго. Но наносит неплохой электро урон. В общем, ульта тоже ни о чем. Да-да, совсем забыл. Электро урон по площади. Ну а теперь разведемся с самым главным вопросом этого вечера. Стоит ли тебе выбивать Кутли Синобу? Если тебе нужен врач в твоей патче, который обладает отличным электро уроном, то, конечно, выбивай этого персонажа. Также им можно отдать бафующие атеоцеты, артефактов и оружия. Что сделает заместительницу Аратакита еще круче и полезнее. Кутли Синобу подойдет во многие отряды. Лучше всего проявит себя в отрядах Гидра плюс Электро и командах с героями, играющими от физ. урона. Где в паре с Крио персонажем будет создавать реакцию сверхпроводник. Ну а теперь подведем итог. Если у тебя еще нет хиллера для второй пачки, Кутли отлично подойдет новичкам. Несмотря на то, что ей нужны ресурсы с Энадзум и сборка для этого персонажа не займет у тебя много времени. Достаточно набрать как можно больше хп и немного критов. И убийца хили чурлов, или же мета чурлов, или же просто даунов, которые в пузыре готово. Это мое личное мнение, а свое ты можешь написать в комментариях. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал, ведь это очень большая поддержка для меня. Также можешь включить колокольчик, если тебе понравилось это видео. Желаю тебе удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok